Александр Серебряков приходит в Бессоновский районный дом культуры ежедневно. Здесь живут самые светлые воспоминания. Такое бывает редко, но в маленькой комнатке на первом этаже его уже ждут. Люди, вместе с которыми он создавал один из самых лучших в стране ВИА – ВИА Венец. В 1987-м на пензенском телевидении впервые появляются эти ребята. В программе «Молодежное кафе» их ждет бешеный успех. Собственные песни конца 80-х Александр Серебряков и компания помнят до сих пор. А тогда их любили и пели тысячи людей. И ты, я одинок, плыву танцом. Раскину дождь, Руками два, А дождь пучит от ракуар. Раскину дождь, А дождь идет, Следит домой, А я промок, Совет промок. Ну вот он тут жаловался, что 10 лет не держал палочки, ну, может быть, поменял. Ну, неплохо получилось. Для 10 лет и техника вспомнилась. Ручки-то помнят, как Никулин говорил, напильником. Ручки-то помнят. Ну, телевидение я вот четко помню. Я Борису Жигину, Борису Владимировичу принес свою демонстрационную кассету. Ему понравилось. Он нас пригласил. Мы привезли аппарат. Вот. Ну, как это на телевидении делается? Естественно, под фонограмму шла мотор. Мы впервые попали в этот чудесный, так сказать, для нас манящий мир записи, видео. И потом, конечно, очень многие посмотрели «Молодежное кафе», была популярная передача. И рейтинг, так сказать, как нынешним языком сказать, наш возрос. Стали приглашать нас больше, чаще, совершенно какие-то незнакомые люди. На вечера, на вечеринки, на какие-то, может быть, там, юбилеи, концерты. Я думаю, что наша гастрольная жизнь, 86-й год, 87-й, она увеличилась. Группа Александра Серебрякова отправилась в гастрольный тур по области. К этому моменту у ВИА уже было немало поклонников и поклонниц, и чтобы произвести на них должное впечатление, музыканты пошли на невиданный поступок. Это мы видели тогда в западных клипах. Значит, на сцене дым, фонари, все это круто. Фонари, в общем, придумать было проще, чем дым. Мы, в общем-то, изобрели, не мы изобрели, изобрела химию, скажем так. Но мы узнали, что в аптеке продается вещество, я не буду называть его химическую формулу, но когда его сыпешь на горячую плитку, значит, идет немыслим красивый дым. И когда, значит, фонари светят, соответственно, зрелище, людям это нравилось, пока они не понимали, чем это все пахнет. Секретный состав, который скупили в аптеках музыканты Виа Венец, назывался сульфат аммония. И запах в зале стоял действительно непередаваемый. Насыщенный аммиак, и этим все сказано. Он продался в больших стеклянных банках. Мы сыпли на плитку, валил дым, стоял вентилятор, или просто человек размахал чем-то. Ну, эффект был, нормально. Все девчонки приезжали. А для здоровья, наверное... На здоровье тогда никто не думал, все были сильные. Да, да, да. Чтобы достигнуть эффекта. И глажить, так сказать, поклонницы. Впоследствии Венец выйдет в финал конкурса «Шлягер-93». И лишь совсем немного не хватит до того, чтобы победить группу «Нана» и Аркадия Укупника. В начале 21 века с названием «Венец» будет связан большой скандал. У Александра Серебрякова украдут песню. И сделает это никто иной, как Сергей Пенкин. Пензенскому композитору Пенкин заплатил 200 долларов. Но это будет потом, в следующих сериях обратного отсчета. Пенкин. Субтитры создавал DimaTorzok